Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минэкономразвитие ожидает, что инфляция в годовом выражении в июне составит 17,4%, но к концу года замедлится до 12-12,5%. По предварительной оценке в первом квартале инфляция в среднем за месяц составит 2,2-2,3%. Пик инфляции за годовой период примерно в размере 17-17,5% придется на конец первого начала второго квартала. В среднем за год инфляция составит 15,8% к предыдущему году. В нынешнем году опережающими темпами продолжат расти цены на продовольственные товары, при этом основной рост будет приходиться на первое полугодие. Странно, что про рост доходов населения ничего не сказано, а с другой стороны ничего странного. В Минфине прорабатывают варианты сокращения расходов на пенсии. Одним из вариантов решения предлагается отчисление 1% заработной платы в пенсионный фонд плюсом к нынешним 13% подоходного налога. Работающим пенсионерам Минфин тоже хочет немного пощипать перья, лишив их фиксированной части пенсионных выплат, если ежемесячный доход человека составляет более 2,5 прожиточных минимумов. Таким пенсионерам оставят лишь страховую часть пенсии. Кстати, однажды подобное предложение уже было заблокировано премьер-министром. Также Минфин рассчитывает с 2016 года начать повышать пенсионный возраст мужчин и женщин до 63 лет. Интересно, почему за просчеты министерства вечно отдуваются пенсионеры? Введение биометрических виз в ЕС для российских туристов снова отложено. Предполагалось, что новые правила оформления виз должны заработать с середины апреля, но на текущий момент их оформления перенесли на середину сентября и нововведение не затронет летнего сезона. Отсрочка предположительно вызвана категорической неготовностью некоторых стран. Греция, например, прямым текстом заявила, что не станет отпугивать российских туристов новыми порядками перед началом летнего сезона. В противном случае Греция может потерять 50-60% турпотока. Элладе пора бы россиян уже вообще без виз пускать. Ну, родня же все-таки. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленной динамикой. Индекс РТС вырос, индекс ММВБ снизился до 1798 пунктов. Среди лидеров снижения акции МРСК Центра, аптечной сети 36,6, Магнита, Полюс Золото и Преф и Мичелла. Лидеры роста акции АФК Система, Распадской, Солерсет, Татнефти и ФСК ЕС. К открытию российских торгов сложился нейтральный внешний фон. Курс доллара на 17 февраля. 62,66 рубля. Курс евро. 71,54 рубля. Золото стоит 2485 рублей за грамм. Серебро стоит 33,97 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 62,01 за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.